Болельщик со стажем Константин Корвяков считает футбол самым зрелищным видом спорта и с удовольствием уже не один год поддерживает Кемеровский Кузбасс. Он до сих пор не верит в то, что в этом сезоне его любимая футбольная команда не выйдет на поле. Но рук не опускает. Константин готов попробовать исправить сложившуюся ситуацию собственными силами. В ближайший день-два я отправлю ряд писем в Министерство спорта, в центральное отделение ВОБА в Москву, в РФС. Буду вести диалог хотя бы с перепиской именно с теми людьми, которые могут поправить как-то ситуацию. Я надеюсь, смогу добиться успехов. Болеть, например, за новокузнецкий металлург Кузбасс, который вышел в первую лигу или за футбольный клуб Кемерово, патриот своей команды не готов. В то же время его любимый Кузбасс за последние годы звезд с неба не хватает. Трижды футболиста завершали сезон на восьмом месте. В этом году стали девятыми из тринадцати коллективов. Но это не все причины расформирования команды. Также были проблемы с финансированием у команды. Бюджетная часть, составляющая половину бюджета клуба, исполнялась на протяжении всего сезона полностью. И все деньги выплачивались в срок. Во второй половине сезона практически перестали поступать финансовые средства от партнеров и спонсоров. И руководством клуба и администрацией было принято решение расформировать мужскую команду Кузбасса. 40 лет назад Николай Каковихин и Борис Русанов в составе Кузбасса стали чемпионами РСФСР. Тогда на футбол в Кемерове приходили тысячи болельщиков. Стадион «Химик» был забит до отказа. Пустых мест просто не было. Сейчас и футбол совсем не тот, что в те времена. Да и фанатов стало в разы меньше. С финансовыми трудностями сталкиваются разные команды. Например, коллеги Кузбасса по второму дивизиону «Уссурийский мостовик Приморья». Сейчас его болельщики всерьез озадачены судьбой клуба. А наши ветераны мечтают вновь увидеть полные трибуны. Они уверены, чтобы возродить былую славу кемеровского футбола, нужно объединить усилия, привлечь спонсоров и специалистов. Необходимо, чтобы в команде играли воспитанники нашего, кузбасского футбола. Ведь сейчас все футболисты приезжие. Будем подбирать специалистов и думать о восстановлении мужской команды в футбольном клубе. Мужской команде предстоит начать все сначала. Возможно, пока это происходит, отдушиной для болельщиков станет женская футбольная команда, которая по праву считается флагманом сибирского региона. Наши девушки выступают на уровне национальных сборных. Но все-таки мужской и женский футбол – разные виды спорта. Татьяна Савельева, Сергей Юрин. Новости моего города.